Всем привет, друзья! Сегодня у нас среда. Среда. Я запоминаю дни недели по тому, когда у нас канализацию откачивают. Раз вчера откачивали, значит сегодня среда. Ладно, мы тут вот курицу жарим к обеду. Вернее, бабушка жарит. Но я тоже очень приучастная. Я ее вчера достала размораживать, бабушка. Иногда я забываю. А тут у нас адыгейский будет сейчас. Сейчас варим, варим. Перерабатывать надо молоко. Одну партию уже сжарили мы. Ну, должно всем хватить, как думаешь? Хватит. Хватит, думаешь. Ну, я окорочка нынче купила, так пришлось самим резать на бедрышки и голени. Такие вот. А так ничего вроде бы, да? Мяско-то. Она, говорит, Наталья, производителя у какого-то другого сейчас берет. Но пока с Ревтинским не договорилась. Обещала с Ревтинским договориться, чтобы ей возили, а пока не договорилась. А это кто-то другой, не знаю. Надо пробовать на вкус, какое мясо. Ватное, не ватное. Ну, что? Что ты хочешь сказать, мальчик с пистолетом? Всем спасибо. Спасибо? За что? Всем привет. Всем привет, да. Вот. Что он у нас ест тут? Салатик, салат из огурцов. Предложили ему из вот этой прелести сделать. Говорит, не хочу объесться ваших помидор, хочу только огурец. Да? А мне сегодня надо сходить огурцы-то снять. Фима, ты звук-то убавь, он у меня звук, наверное, плохой. Звук, звук убавь. А то снимаем шарики свои. Поклевал, поклевал, но сейчас вот опять свинье достанется половина. Это что тут готовить, собрала? А я-то запеканку буду делать. Но надо так, чтобы было диетически. Поэтому муки здесь не будет. Много яиц то будет. Масло сливочное налила туда дополнительно, чтобы пожирнее она была. У меня же творог-то обезжиренный идёт сюда. Вот. И всё. Сейчас буду взбивать блендером до мелкой консистенции. И будем долго-долго запекать, чтобы она была погуще. Вот. Всё вроде. На сегодня всё. А ну сегодня мы что? Дед у нас ещё, как всегда, мы выгоняем мух с веранды. Они откуда-то за ночь прилетают. Вот. Дед выгоняет. С утра сегодня он делал серную шашку. Ну, испытания проводим, в общем. Что на них хорошо действует. Вот. Ну, в общем, надо сказать, что средний сдельный результат. Так что дихлофос сегодня пойду покупать. А когда пойду, когда мы поедем. Сейчас Алёша нас обещал в 11 повезти. Мне надо на Вайлборис. И за одним заедем на кладбище сегодня мы. Потому что пока погода, дождя нет, чтобы туда в лес идти и не это... Стрелять... Ой. Стрелять решил. Ой, сейчас шарики все раскатятся. Вот. Так что на кладбище поедем с утра сейчас. Ну, вот молоко переработаем. Алёша в 11 за нами заедет. Пока погода стоит, в общем, решили съездить. Потому что потом начнутся дожди, осень, и мы так и не соберёмся. Да? Да. Вот. У меня еще на окне жирный творог стоит. Тоже надо его делать. Ешкин кот. Я не знаю. Подписчики. Мы сегодня будем снимать. Мы будем 20-30 часа на кладбище. Он такие ролики смотрит. Страшилки. Поехали. В общем, мы на кладбище. Сейчас заедем сразу в Айлбрес. Он по пути будет лучше. По дороге сейчас заберём. Так, кто это сделал? У меня волосы сейчас все раздует. Вот так вот. Маленький щелочек. Что такое зло? Ага. Еще вот так вот. Поехали. Поехали. Здесь ходят бальдозные. Да ну тебя, Фима. Балуешься. Я не балую. Балуешься. Все. Сходили мы на кладбище. И к брату. И к родителям бабушкиным. Уезжаем. Ну, смогли туда к брату-то проехали. А здесь машина встала. Никак не могли проехать кое-как. Бабушка дошла тоже. Тяжело. Так, Фима. Фадея, тише. Миша, шумите. Фадея не может что ли застегнуть его? Давай не психуй, а аккуратно застегивай. В общем, вот так вот. Мы дома пообедали. Вот чем не нравится наша диета. Наелись прям как я не знаю кто. Кстати говоря, конфеты мы все сегодня почти все. Фимины, любимые только оставили ему мешочек. Собрали. Вот такой пакетик увезли на кладбище сегодня. И вот такой пакетик Баби Люси приготовили. Ну, конфеты свежие. Чего же мы будем их, собственно, выкидывать? Отдадим людям, которые их едят. Вот. А у нас на замену конфет пришли сегодня орешки Кишью. Вот. Вот такие вот орехлэнд. Они, кстати говоря, орехи с того года еще свежие не идут в продаже. Но они и дороже будут стоить. Наверняка свежие. Вот. А вот прошлогодние хорошая сейчас цена. И они ничем не хуже. Слушайте, хранили их нормально. Ну, вот берем сколько, все нормально. Потом еще в фермер заезжали. Я купила. У меня же своего чесноката нет. Опа. Ну, у меня почему-то он. Не удался в этом году. У меня ни лук, ни чеснок особо не любят. А тут, смотрите, это шикарно. 350 рублей килограмм. Взяла килограмм. Хочу делать салат. Ой, не салат. Соус огонек. Ну, в моем, так скажем, варианте. Потому что маленько он будет отличаться от традиционного. Здесь у меня готово адыгейский сыр. Я его перевернула сейчас. И вот этими помидорками прессую, прессую его. Запеканка тоже вкусненькая получилась. Несмотря на то, что без грамма муки и сахара. Ну, в смысле, там сахарозаменитель-то есть. Ну, вот поели мы сейчас на десерты. Маленько запеканочки. Я не ела, честно говорю. Я и, собственно, не ела. Еще и вечером буду есть. Вот, бабушка пошла отдыхать. Я сейчас тоже, я вам, знаете, что хотела показать-то? Спрашивали про мороженки. Как я их упаковываю после того, как из формы извлекаю. Так вот, сейчас я вам покажу. Сейчас мы заглянем в мой морозильник. Святая святых прям. Вот они лежат. Это я сегодня утром залила. Еще они не схватились. Ягоды это у меня все тут всякие разные. Это вот отсек у меня под ягоды. Так, а вот здесь вот вкладываю. Сначала начала в большой контейнер, перекладывая пергаментом. То есть не в такой, а в другой делала. Вот так вот пергаментом перекладывала. И следующий слой укладывала. Кстати, они вот, если их ведь не размораживаем, они вот они, спокойно извлекаются. То есть они не слипаются друг с другом, не думайте. Это первая партия. Я потом чего расфасовала? Потому что у меня же места-то стало меньше. Я же то ларя освободила. То есть того ларя перекочевала сюда. В итоге... Блин, не могу закрыть. В итоге мне пришлось по маленьким баночкам вот это все. Всю эту красоту расфасовать. Вот. А потом, когда место маленькое тут освободится, я все-таки, наверное, большую возьму. И буду пергаментом перекладывать и укладывать. А пока вот. Вот они мороженки. Ну, по крыжовнику. Если делать чисто с крыжовником, у меня вот тут крыжовник и сахарозаменитель, да, получается, в составе. Фима сказал, что ему, конечно, очень... Ну, реально. Ну, это такая, слушайте, витаминная бомба. Одну такую съешь, будет заряд витаминов вообще на весь день. Она просто, просто бомба. Она прям тонизирующая такая. Ну, она сахарозаменительная, поэтому она не то, что прям чисто сладкая, кислая. Она кисло-сладкая, да, но ядреная. Поэтому для Фимы я буду делать, конечно, другие мороженки. Я ему буду сладкие делать. Какие пока рассказывать не буду, потому что планирую сегодня ролик даже снять про вот это вот домашнее мороженое в виде фруктового льда для детей. Буду показывать и форму, да. Не все же у нас здесь на хрониках присутствуют зрители, да. Многие у меня только на делах хозяйских, поэтому я для них снять хочу и формочки показать, какие бывают, и каким образом я буду вот эти мороженки-то делать. И покажу еще раз свою шнековую соковыжималку, чтобы все поглядели, кого на хрониках нет тоже. На хрониках кого нет. Так вот, ладно, все. Пока я пошла отдыхать, что-то вообще съездили, вот пожаре. Сегодня же у нас жара, друзья мои. Сегодня у нас плюс 30, почти, без одного градуса, 29 показывает в тени. Но вообще жарко. Я говорю, мы прошлись по кладбищу, туда-сюда, это дурно становится от этой жары. Не люблю я все-таки жару, люблю, когда 20, а не 30. Так что выходные как раз-таки обещают похолодание опять, плюс 20 будет, вот мы комфортно хоть в город съесть. Да, ура. Ты тоже не любишь жару? Так, Дива, Дива опять что-то зарывает. Она что-то и... Это что мы роем там? Это ту зиму. Ты что там зарываешь? Это ту зиму. Зиму хочешь, понятно. Косточка. Ты половину-то съела, а половину спрятаешь, а вот суставчик надо только есть-то было. Тут у тебя что-то и трубчатое есть, надо убрать у тебя ее. Вот какое-то. Какое-то вкусно. Сейчас полотенце эти надо тоже убрать уже. Замулькала она их тут в угол загнала. Она под полотенце все время пытается зарыть. Косточки, кусочки. Все, что вот у нее лишнее, она все туда залазит, зарывает под эти полотенца. Ой, ладно, все, пошла я отдохнуть. Так, ну что, пять часов. У нас что-то тут гроза собирается, что ли. Все, небо затянуло. Алеша говорит, дождь. Дети сегодня тоже в беседке сидят. Матвей-то с другом, с Фадеем. Фадей тоже тоже зайдет и выйдет, потому что жарко на улице вообще. Не побегаешь особо. Ну вот, как-то прям стемнело, видно, да, что стемнело. Ну, Алеша у нас с работы пришел уже. Ужинает ужин. Я свою тарелочку буду снимать, его не буду. Но мы одной тоже, в принципе, едим. Вот. И сегодня к нам после обеда приехали баба Люся с дедой Пашей. Они были в лесу, привезли нам красноголовики. Маленькие-маленькие. Дед вот тут их нажарил. Ну, для любителей. У нас не все едят грибы, в принципе. Алеша вот не ест грибы. Я сейчас маленько поклюю, но я тоже много не съем. А вот бабушка, она любит. Она у меня со сметаной сейчас сидит, ест грибы. У нее ужин сегодня грибной. Маленько тарелочки наши различаются. Кстати говоря, бабушка у нас, как ни странно, на первом месте в этот раз по отвесам, по весу идет первая. Сегодня ее взвешили и очень удивились. Она больше всех нас скинул. Ну, Матвей я не знаю, мы Матвей не взвешим. А больше нас с Алешей. Так что, в общем, она пока в лидерах. Посмотрим, что будет в конце недели. И вы посмотрите в воскресенье отдельным роликом. Еще раз напоминаю, кто вчера не смотрел ролик. В воскресенье отдельным роликом выйдет наши тарелочки все, что мы ели, и наши отвесы. Прям ежедневно снимаем отвесы. Где-то отвесы, ну, где-то привесы. Смотреть будете сами. У кого что получается. Ну, снимаем только Алешу и меня. Все. Оповестила вас всех. Так что, смотрите. Ладно. Сейчас я свои тарелочки соберу, сниму. И, собственно, сядем ужинать. Вот. Грибов... Ну, деда Паша с бабульсой что говорят? Приехали они в 8 утра в лес. А там уже 20 машин. Ну, короче говоря, очень сомневались, что что-то найдут. Потому что, когда 20 машин, ну, все уже собрано. Должно быть. Вот. Ну, маленько нас собирали, поэтому. Поэтому и маленько. Потому что всем, чтобы хватило. И мне еще деда Паша, смотрите, чего накопал. Ммм, хрен. Будем завтра делать хреновину. Сегодня думала сделать хоть огонек или что, но не осталось у меня сил после этого путешествия на кладбище, так сказать, по жаре. После этой поездки у меня сил вообще не осталось. Все-таки жара это не очень-то. А вот теперь у нас начинается дождь, походу. Вон, видите, все, закачались. О, сейчас залупит, залупит, я чувствую. Вон, что уже ветер такой, видите, уклонит ветки. Температура, правда, такая же, 28 градусов. Но если будет гроза, то будет гроза, наверное, при такой температуре. Ну, в общем, так вот. Ладно, все, собираю себе тоже еду. Ну что, все, 9 часов. Сходила за помидорками опять, опять принесла в вазище. Трескается, блин, на жаре все трескается совсем. Да. Ну, некоторые не трескаются. У меня тут такой красавчик попался. Сладкоежка называется. Смотрите, розовый с зелеными, видишь? Розовый с зелеными полосками. Да, даже. О, он сладкий. Вот эти мягкие все тоже. Ой, вообще, сегодня жара постояла, все переспела. А вот это вот, идеально, кстати, смотри, не трескнутые, ничего. Вот почему их и берут на продажу верные. Это из верного семена. Да. Вот они. И не трескаются, ничего, идеальный сорт практически. Ну, ладно, все. Прощаемся, до завтра. Всем здоровья, удачи. Всем удачи, всем пока. Да, все, давайте, пока.